13 августа на спортивной площадке на Ленина 19 состоялось открытие волейбольного турнира среди дворовых команд. Подробности у Алены Будановой. Суть спорта – борьба. Борьба не только с соперниками, но и с собой, своими возможностями, характером. Честной и интересной борьбы пожелал участникам соревнований глава города, открывая турнир. Хочу сказать спасибо вам за то, что вы принимаете участие в этом турнире. Спасибо за то, что вы любите спорт. Вы все молодые, красивые. И спорт, занятие спорта, безусловно, вам поможет в будущей, дальнейшей жизни. Спасибо за то, что любите город. Успехов! Пусть победит сильнейший! С праздником! Традиционно сложилось, что дворовые команды смешанные. Состоять исключительно из парней или девушек не могут по условиям турнира. Стать участником мог каждый. Достаточно 14 лет, чтобы вступить в команду или создать свою. В этом году принимают участие не только лобнинские команды молодежные, а еще команда из Дмитрова и из Алтуфьева. Площадка в центре города пользуется большой популярностью у волейболистов. Здесь команда проводит свои тренировки и организует ежегодные турниры. То, как много ребята играют, можно заметить, просто поглядев на покрытие площадки. Из-за большой интенсивности эксплуатации образовываются дырки мягкого покрытия. И в этом плане хочется высказать слова благодарности администрации, лично главе города, за то, что по нашей просьбе он отреагировал быстро и отремонтировали покрытие. Именно для проведения этого турнира. Другой проблемой, как бы странно это ни звучало, стала универсальность площадки. Баскетбольные щиты мешают. Негласно, площадка уже давно закрепилась за волейболистами. И поскольку в баскетбол, по словам ребят, там уже давно никто не играет, они просят демонтировать щиты. Волейбол – невероятно красивый вид спорта. В нем очень важна слаженная работа команды. Но сплоченность молодежь проявляет не только во время игры, но на этапе организации соревнований. Отметить активность молодежи нашей, которые самостоятельно берутся и по большей части всю организацию берут на себя по проведению турнира. Это хороший признак, когда молодежь самостоятельно мобилизуется и проводит для себя такие турниры. Ну, идея очень простая появилась, потому что проводят турниры и по футболу, и по баскетболу, а по волейболу как таковых не было. Поэтому пришлось взять инициативу. Я хочу выразить слова благодарности и самим спортсменам, которые организовали, всем тем, кто помогал им в этом, потому что требовалась здесь определенная и материальная помощь, и организационная поддержка. Поэтому за такие хорошие дела, за то, что люди пропагандируют спорт, развивают, я хочу сказать слова благодарности и пожелать всем больше заниматься спортом, потому что спорт – это не только здоровье, это не только сила и воля, но это еще всегда хорошее настроение. Восемь команд, полсотни юношей и девушек соревноваться будут всю неделю. Итоги турнира и имена победителей станут известны в воскресенье. Алена Буданова, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, телекомпания «Лубня».